Республиканский фестиваль-конкурс «Усе разом» проводится раз в два года. Зародился он много лет назад, но не сразу обрел объединяющий смысл и инклюзивный формат. На первых порах в нем участвовали исключительно воспитанники коррекционных центров и специальных школ для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. В последние годы на этих фестивалях присутствует достаточно большое количество норматипичных ребят, которые выступают в качестве волонтеров. И это очень важно, потому что ребята могут взаимодействовать, ребята находят новых друзей. Очень приятно наблюдать именно за участниками, как они радуются своим маленьким победам. Всего на конкурс приехало 18 команд из Бреста и всех райцентров области. В каждые пять участников и сопровождающие педагоги. Мы привезли пять ребят из нашего центра, которые просто с великим вдохновением, воодушевлением ехали всю дорогу. Где-то, кто может говорить, переговаривались, ждали вот этой встречи, незабываемой, со своими где-то уже и друзьями. Встречи с новыми спортивными состязаниями, где они могут себя проявить. Среди участников конкурса есть и новички, и ребята уже с опытом. Представитель команды Истолинского района Павел Домнич – настоящий старожил. Уже дважды в составе своей команды он представлял Брестскую область на заключительном республиканском этапе. Мы очень рады, что нас выбрали, нас увидели, заметили. И такая честь для нашего коррекционного центра представлять на республику. Нравится тебе здесь? Конкурсы интересные? Очень интересно. Мы с радостью собрались, чтобы показать, какие мы уже стали взрослые, какие мы стали сильные. Наши родители всегда настолько поддерживают. И благодаря нашему отделу по образованию, при его поддержке, Столинскому районному исполнительному комитету, у нас есть возможность посещать все мероприятия, которые проводятся для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Суть конкурса «Уси разом» не в определении победителя. Каждый участник достоин самой высшей похвалы и поощрения за личные достижения в выполненных упражнениях. А их было 20. Что касается команд, то каждая из них награждается дипломом в определенной номинации, в числе которых самые дружные, самые умелые и самые активные.